Глава 16. В течение трех следующих дней горизонт был чист. На утро четвертого капитан сказал, что корабль находится в ста милях восточнее Куалона, главного порта Хивики на побережье Атлантики, и скоро покажется маленький островок Миккиао. Минут через сорок из морской глади на западном горизонте появился 500-метровый вулканический конус острова. Довольная улыбка вдруг исчезла с лица капитана. Обернувшись, он увидел на горизонте ниточку дыма. Корабль шел на полной скорости, все пассажиры, собравшись на корме, тревожно вглядывались в пененое море за кормой судна. Восходящее солнце светило людям глаза, слепило их, и в этот раз инквансам удалось подойти гораздо ближе. Крейсер быстро приближался, пытаясь перерезать путь к Хвеев-Голду к защищенной гавани Куалону. Капитан посоветовался с Джилбертом и повернул корабль на сорок пять градусов на северо-запад. Перед восточным берегом много опасных рифов, сказал капитан. Я хорошо знаю их. Мы пройдем через пояс рифов, и если нам хоть немного повезет, мы удерем от эквансов. Если не удастся, я выброшу судно на полосу песка, если на этом гристом берегу вообще есть таковая. Во всяком случае, арабы не получат мой корабль в свои грязные руки. Мы держим курс на гору Лапу, где находится пещера, добавил Джилберт. Если мы бросим там корабль, у нас будет хороший предлог для вторжения в область, объявленную табу. Кроме того, мы прибудем туда поздно вечером, и, может быть, хивиканцы не заметят нас. Хвеев-Голд на всех парах мчался на северо-запад. Преследователь тоже изменил курс и уверенно приближался. Когда по левому борту появился черный крутой берег, крейсер Иквани приблизился на половину морской мили. Через четверть часа из дула его носовой пушки вылетел клуб черного дыма, и в 20 метрах от борта Хвеев-Голда поднялся белый фонтан. Через пару секунд такой же фонтан взлетел в 15 метрах за кормой судна. Тем временем капитан вел корабль зигзагами через узкий проход между рифами. Некоторые из них можно было различить только по изменению цвета воды. Другие были так близко от поверхности воды, что море над ними казалось кипело, а некоторые поднимались над поверхностью, и вода бушевала вокруг их черных спин. С крейсера больше не стреляли. Похоже, это были предупреждающие выстрелы, чтобы жертва остановилась. Когда Икванцы поняли, что пароход пытается ускользнуть от них через проход между рифами, то последовали за ним и его же курсом. Они делали это осторожно, и скорость их была значительно меньше. Тухокс удивлялся, что арабы вообще пошли на такой риск. Почему они так настойчиво преследуют их? Что значит для них это грузовое судно уже не первой молодости? Может быть, их шпионы в Бладландии узнали, зачем Хвелголд плывет в Хивику? Это бы объясняло и то, что они не потопили корабль. Им нужен был Тухокс и живой, чтобы использовать его знания. Гора Лапу выступала в выдающемся море мыса. С севера и востока остров заканчивался крутыми берегами. Ответственные утесы поднимались на высоту нескольких сот метров. Южный берег плавно спускался к бухте в виде полумесяца, на берегу которой была широкая полоса темного песка. В эту бухту и старался направить капитан свой корабль. Раздался тихий шорох киля об один из рифов и корабль вышел на чистую воду. Тут крейсер не пройдет, не повредив себе киль. Надеюсь, что он попытается сделать это и сядет на мель. Он на малом ходу направил пароход в бухту и плыл, пока под килем оставалось хоть несколько дюймов воды. Потом лег в дрейф, бросил якорь и спустил две шлюпки. Крейсер не отважился на такой проход. Он осторожно развернулся на месте и наконец остановился, повернув нос в открытое море. Его моторы все время работали, чтобы удержаться на месте. На воду были спущены две моторные шлюпки. Тухокс наблюдал за ними в бинокль Джилберта. Он увидел, что шлюпки вооружены стационарными двухдюймовыми пушками и переносными гранатометами. В каждой из шлюпок находилось примерно 30 морских пехотинцев. В шлемах, обмотанных тюрбанами, на грудных панцирях и шароварах они были похожи на средневековых воинов-сарацинов. Экванцы были вооружены ружьями, кинжалами и саблями. И кроме того, у каждого из них на поясе была большая синяя сумка с запасом провизии. В двух шлюпках парома разместились Тухокс, Джилберт, Квазинт, Ильмика и часть экипажа судна. Добравшись до берега, они вылезли из шлюпок, быстро пересекли прибрежную полосу и начали подъем. Солнце скрылось за гранью каменного мыса и на склон горы опустилась темнота. Над ними было чистое синее небо, зеленое море с белой линией прибоя лежало у их ног. Когда шлюпка с крейсера достигла берега и морские пехотинцы выпрыгнули на мелководье, у преследуемых было 20 минут форы. Смеркалось, и они торопились, чтобы до наступления полной темноты достигнуть стены, возвышающейся над склонами. Толстый Джилберт запыхался и так громко и тяжело дышал, что его можно было слышать метров за 50. А на горе царила полная тишина. Изредка под чьей-то ногой хрустела ветка, шелестела сухая листва, потревоженная при ходьбе. Когда они наконец остановились передохнуть и Джилберт перевел дух, тишина стала такой полной, словно они были в кафедральном соборе. Они двинулись дальше, вверх по склону. Часа через два на небе появилась луна и залила гору своим серебристым светом. Лес кончился. У верхнего края просеки отряд увидел изубренную стену, сложенную из черных каменных блоков. Она поднималась вверх метров на семь. Недалеко от них на стене выступала стройная башенка. «А где же охрана?» – прошептал Джилберт. Лунный свет сверкал на зубцах стены, но кроме шелеста ветра в листве деревьев не было слышно ни звука. Тухокс наблюдал за маленьким сводчатым входом в башню. Если охрана там, то она спряталась. Но ждать больше нельзя. С осмотанной веревкой в левой руке и трехзубым якорьком в правой он выбежал из укрытия. Он ожидал оклика из черного нутра башни и последующей за ним вспышки ружейного выстрела. Но на стене, залитой неземным сероватым светом, все было тихо. Подпрыгнув, Тухокс забросил якорек. Сверху послышался звонкий металлический звук, заставивший его вздрогнуть. Он потянул за веревку, и она натянулась. Якорек зацепился. Перехватывая веревку руками, он пошел по стене вверх. Поднявшись, Тухокс заглянул за стену и не увидел ничего подозрительного. Перевалился в проход для охраны. Там он замер в ожидании сигнала тревоги. Но было по-прежнему тихо. Он вытащил револьвер и вбежал в узкую дверь ближайшей башенки. Внутри никого не было. Приставная лестница, освещенная скупым лунным светом, вела наверх, на деревянную платформу. Тухокс покинул башенку, прихватив с собой лестницу, спустил ее с внешней стороны стены и просигналил остальным. Скоро весь отряд собрался на стене. Джилберт приказал команде корабля занять участок стены длиной метров сто, чтобы задержать экванцев. Джилберт, Квазинт, Эльмиго и Тухокс отправились дальше. Они спустились вниз по деревянной лестнице с внутренней стороны стены и оказались на тропинке, которая, петляя, уходила в гору. По-прежнему не было видно никаких следов хивиканцев. По неизвестной причине охрана покинула свои посты. Хотя тропинка была и крутая, пробираться по ней было довольно легко. И когда засерял рассвет, до вершины оставалось всего несколько сот метров. И здесь они наткнулись на первого хивиканца. Человек лежал на животе поперек тропинки. На нем была накидка и разноцветных перьев, украшенные березой и смарагдами. Лицо прикрывала деревянная маска. Он был мертв. Тухокс перевернул труп на спину и снял маску. Лицо священника колдуна было темно-серым. Тухокс разрезал накидку и хлопчатобумажную рубашку под ней и осмотрел тело. Никаких повреждений на нем не было. У Тухокса мороз пробежал по коже. Другие, казалось, были ошеломлены не меньше. Только Квазинт стоял с каменным выражением лица. Но и он внутренне содрогнулся от страха перед неизвестным. Отряд стал подниматься дальше. В бледных сумерках вырисовывались гигантские фигуры. Ужасные статуи из серого гранита, черного базальта и серого обетренного ноздреватого Туфа. У большинства из них были лица, искаженные морды демонов или лики богов. Но тоже и сказок о животных. Большеглазые, длиннокрылые, со скаленными клыками. Другие статуи были похожи на стелы или столбы-тотемы. Они были покрыты изображениями кусающихся и проглатывающих друг друга полу людей, чудовищ и драконов. Сотни их стояли на склоне горы. Сотни глаз смотрели в сторону моря и лишь некоторые устремляли свой взгляд вверх на вершину. Квазин вплотную следовал за Тухоксом, буквально наступая ему на пятки. И Тухокс вынужден был приказать, чтобы он держался чуть дальше. «Смотри под ноги!» – раздраженно сказал Тухокс. «Извините, но эти камни...» – пробормотал Квазин. «В них что-то такое...» Тухокс пожал плечами и снова направился вверх по тропинке. Далеко под ними щелкнул выстрел. Все вздрогнули. Но этот выстрел принес чуть ли не облегчение. Он был таким человеческим, так хорошо знакомым, что разрядил напряжение страшной давящей тишины. Тухокс взглянул вперед и сказал «Еще метров сто, и мы окажемся около пещеры». Внезапно твердая темная коричневая земля под их ногами закончилась. Дорожку и склон вершины покрывала болотно-серая масса слоем толщиной фут. Тухокс ощутил тепло сквозь подошву сапог. Он остановился. Лава. Еще теплое. Лавовый поток выливался из отверстия пещеры и, уплотняясь, растекался по склону. Огромный вход в пещеру был до половины заполнен застывшей каменной массой. «Теперь понятно, почему нет людей», – сказал Тухокс. Гора разверзлась и выплюнула огонь, и они решили, что боги рассердились на них. И, наверное, священник-колдун, которого мы нашли, умер от разрыва сердца. По мере приближения к пещере жара становилась все сильнее. Вскоре путники взмокли от пота, а подошвы их сапог нестерпимо накалились. У самого входа они поняли, что долго здесь не продержатся. Да это и не нужно было. Карманным фонариком Тухокс осветил пещеру. Уже в 20 метрах от входа ее закупорили на громождение застывшей лавы. Дальше дороги не было. Тухокс по описаниям Джилберта знал, что пещера тянется внутрь горы по меньшей мере метров на 100, а врата, если они вообще существуют, находятся в самом ее конце. Ничего не оставалось, как только забыть о вратах и постараться ускользнуть от эквансов. Они повернули и пошли вниз по тропинке. На пол дороги до стены шум перестрелки затих. Тухокс дал знак остановиться. Если эквансы прорвались, они пойдут наверх, и если нет, нужно подождать, пока все не станет ясно. Они спрятались за огромным каменным идолом в 50 шагах от тропинки, поели немного вяленого мяса с хлебом и стали греться в лучах утреннего солнца. Время от времени Тухокс осматривал дорожку внизу. Примерно через полчаса в его поле зрения появились четыре маленькие фигурки, гуськом поднимающиеся в гору. Белые тюрбаны на солнце сверкали. Оружие блестело. «Наши люди или убиты, или взяты в плен, Джилберт!» Джилберт с проклятиями ускочил на ноги и стал в бинокль наблюдать за арабами. Через некоторое время он сказал, «Там внизу человек в мундире, но без тюрбана. У него светлые волосы. Вот смотрите сами. Не может ли это быть тот человек, о котором вы мне рассказывали?» Тухокс взял бинокль. Ему не надо было долго вглядываться. «Это Раске!» Качая головой, он вернул бинокль. По-видимому, он остановил связь с посольством Эквани в Ирландии. Как-то узнал, куда мы плывем и предложил Эквансам послать за нами крейсер. «Я им нужен для того же, для чего был нужен Пиркуни и Бладландии. А если они не смогут захватить меня живым, то попытается убить». Он снова взял бинокль и насчитал 32 врага. Шесть из них остались далеко позади. Нагруженные тяжелыми частями переносного гранатомета. Хвейл Голд все еще стоял на якоре в бухте. Около рифов его подкарауливал крейсер. Тухокс осмотрел морской горизонт. Далеко в море были видны две ниточки дыма. Он молил, чтобы это был дым из труп военных кораблей Хивики, которые спешили сюда, чтобы остановить не имеющих права высаживаться здесь чужаков. Теперь каждая минута была на весь золото. Тухокс повел остальных снова вверх, на гору, и под лавовым потоком повернул на север, чтобы обойти разбитую вершину горы. Когда они наискость поднимались вверх, уже наполовину обошли вершину, дорогу преградило ущелье. Пришлось искать новый путь для подъема и перелезать через вершину. Тем временем и кванцы заметили их и устремились вперед. По твердой дорожке они продвигались очень быстро. «В Южной Африке, наверное, жить не лучше, чем в любом другом месте», сказал Тухокс. «Но когда я думаю о том, что не придется учить арабов...» Он снова взял бинокль. Хвелголд горел. Из воды вокруг него вздымались фонтаны. С подветренной стороны крейсера поднимались черные облака дыма. Какое-то небольшое белое судно с длинными седыми усами волн, расходящимися от ее носа, двигалось от крейсера к проходу в рифов. Далекие нити дыма на горизонте, казалось, нисколько не приблизились. С такого расстояния и за такое короткое время было сложно определить, как быстро и в какую сторону движутся эти неизвестные суда. Тухокс опустил бинокль и выпрямился. «К дьяволу этих аквансов! Я устал, словно весь день ворочал камни. Я за попытку бегства. Если не сможем пройти дальше, будем сражаться. Раньше или позже, хивиканцы нас заметят и что-то предпримут. Тогда мы сдадимся на их милость». Джуберт подхватил. «Мы покажем экване, как иметь дело с бладландцами!» Тухокс рассмеялся. В их группе было только два бладландца, и один из них женщина. Они забрались выше и наконец достигли уступа примерно метров пятидесяти длиной и двадцати метров шириной. Гладкая каменная стена преграждала путь дальше. Каменный склон под уступом хорошо просматривался. Для нападающих не было никакого укрытия, кроме четырех больших каменных блоков. Квансы могли добраться до защищающихся только через вершину, а на это потребуется не менее четырех часов. Субтитры создавал DimaTorzok